А вот жители Турксибского района Алматы вообще вынуждены обходиться без отопления в квартирах. Горожане во всех бедах винят КСК за слабый контроль и подрядную организацию за якобы несвоевременную замену трупов в многоэтажном доме. Однако глава кооператива озвучил свою версию конфликта. Анастасия Яцун продолжит тему. Люди только приезжают сюда по пинку. Нешуточные страсти разгорелись между жителями Турксибского района Алматы и руководством КСК ИВА. Люди утверждают, что в их квартиры не поступает тепло. При этом в управляющей домом компании вины не признают. Заявляют, что люди нарушили правила эксплуатации стойка. Сами же жильцы говорят, что проблемы с отоплением у них начались после того, как дом попал в программу модернизации ЖКХ. Тогда подрядчики начали менять подающие тепло трубы в подвале дома, но свою работу не закончили. Если до этого, до монтажа, до модернизации у нас все было в норме, и горячая вода шла как надо, и отопление у всех было нормальное. Мы как-то вначале контроль не делали, а когда мы уже после четырех месяцев смотрим, уже модернизация затягивается, сроки-то. Начали проверять, там столько косяков было, столько косяков. По словам людей, вечером в квартирах невозможно находиться. Разницы с уличной температурой практически нет. Каждый житель уже купил себе обогреватель. Правда, это не всегда спасает. На кухне постоянно вот так холодно. Это сейчас на улице тепло. А если зимой как будет, у меня одна почка, я не могу вот так в такой холоде жить. К вечеру вообще она остывает, как будто там воды не было или там тепла не было. Не знаю, что нам делать. Вечером придите, посмотрите, где есть холодильник. Если что-то там в квартирах прямой, они должны уже там, это уже платная услуга идет. При этом в управляющей домом компании Ива считают, что тепло в квартиры поступает плохо из-за самих жильцов. Люди нарушили правила эксплуатации стояка. Кто-то установил теплые полы, а кто-то поставил трубу несколькими диаметрами меньше. И теперь решить эту проблему невозможно. У коммунального предприятия нет доступа в эти квартиры. Собственники переделали систему отопления, сделали это неверно. Мы дали им и устное предписание, и письменное предписание, чтобы они устранили нарушение в ближайшее время. Мы будем вынуждены обратиться в суд, чтобы уже государство вас обязало принять меры к своей квартире. Теперь инициативная группа этого дома собирается пойти на прием к Акиму Алматы Бакаджану Сагентаеву. Люди хотят рассказать городоначальнику, с какими проблемами сталкиваются каждый день, и попросить его помочь решить острый вопрос с коммунальщиками. Анастасия Яцун, Гани Калуов, телеканал Алматы.